Хотели сходить на стендап, но остались без шоу и денег. Жители Петропавловска попались на сайт мошенников, на котором продавали билеты на несуществующие выступления комиков. Stand-up tour.shop уже неоднократно у меня знакомые говорили и в сообществе здесь артистов наших мест, которые со стендапом связаны, говорят о том, что появился сайт такой, который мошенники сделали клоном официального сайта стендап. И под личиной официального концертного агентства продают билеты на несуществующие концерты, снимаются деньги, люди туда заходят, вбивая свои данные карты и оттуда снимаются деньги. Причем денег снимают в два, а то и в три раза больше. И сегодня опять случай такой у моего знакомого произошел, обратился, говорит, вот иду на стендап в роллер-дром. Я говорю, ну, в нигде, в никаких СМИ рекламы и анонсов этого мероприятия не было. И он говорит, ну, мне снялось денег больше, чем я планировал, чем я купил билетов. Жителям края стоит быть предельно внимательными. Перед тем, как покупать билеты на тот или иной концерт, стоит проверить, была ли реклама предстоящего выступления в камчатских соцсетях и в СМИ. Я, как прокатчик и организатор мероприятий, размещаю рекламу и анонсы в ресурсах Камчатского края. Ну и всем, наверное, хотел бы сказать, если наблюдаете рекламу в Камчатском репортере, в Камчатке онлайн, в Массмедиа Ньюс, то можете быть уверены, что это мероприятие состоится, оно происходит, никакого обмана нет. Мы пользуемся проверенными ресурсами по онлайн-продаже билетов, которые уже проверены, и они все официальные. Никакого подвоха там быть не может. Может быть только перенос по каким-то причинам объективным. Отметим, что за три месяца этого года на Камчатке зарегистрирован 291 факт дистанционных мошенничеств. В общей сложности жители региона потеряли свыше 29 миллионов рублей. Полиция края призывает камчатцев быть предельно осторожными. Прежде чем совершать какие-либо денежные операции в интернете, стоит убедиться в безопасности своего решения.